Мы вас приветствуем в Акцентрном клубе и представляем, в общем-то, человека, которого в Одессе, наверное, представлять не душно, поскольку его знают, если не все, то почти все, а будем считать, что все. Да, это Алексей Семенищев, музыкант, певец, бард, в общем-то, в Одессе его называют народным артистом Одессы. Вы знаете о том, что он поет песни, которые написаны не сегодня, но в его исполнении они приобретают некий новый смысл, какое-то новое значение. Да, вот это и есть Божий дар, вот взять что-то и сделать так, как делает никто, да, вот со свойственной, только ему манерой. Это удивительный дар, я думаю, вы сейчас в этом убедитесь. У нас на вечере ему будут помогать его друзья, Валерий Чернис, Мамины дети, тоже хорошо. Итак, прошу. Мамины дети пошли. Здравствуйте. Присаживайтесь, не стесняйтесь, ребята, проходите, не нужно стоять, потому что ногах правды нету, хотя и в этой итоге. Что я сразу хочу сказать, то, что написано было 30 лет, это не верить, потому что действительно этот год, 18-й год, он очень такое юбилейное, много юбилей прошло. Пошел юбилей Владимира Высовского, будет в следующем месяце юбилей 100 лет с дня рождения Александра Граевича. Вообще много произошло таких, вот было, например, нашему маленькому ансамблю 20 лет, ну что такое 20 лет, сравнить, да? 30 лет, это был парк, был парк, там пока и есть парк, вот где, прямо тут рядом, Шевченко. Там были такие досуги, досуги, что такое досуг. Раньше был досуг, странное слово, конечно. Что это такое, этот досуг? Но, оказывается, людям нужна была культура все равно, потому что работаешь ты на каких-то предприятиях, заводах, и тут тебе в рабочий полдень вдруг, откуда ни возьмись, приезжают какие-то музыканты, какие-то циркачи, какие-то чтицы, там, ну, знаете, вот это приятно, наверное, было, правда? Вот, ну, так, и говорят, вот сюда иди, потому что, ну, как думаешься, ты, говорит, с СССР, вот, на другую досуг, вот, закрыли институт, проект, например, вот, вот, потому что зачем нам делать атлетику можно, не нужно, вот. И, а на самом деле, в 68-м году, меня мой папа вывел, немножко потренировав на гитарке, и говорит, ну, пошли, мы жили на проспекте мира, четвертом номере, против первого садика, вот, мы пошли туда. Он мне посадил на лавочку, ну, вот, я помню, что в детстве, ну, зачем тут, на поле, говорит, на лавочке, я начал петь, и многое, видите, пришло, вот, думаю, что, как сегодня мы, вот, сидели и слушали, я пел разные песни, там, вот, и считаю, что это было, как бы, вот, 50 лет назад, произошла такая штука. Я потом, когда подумал, 50 лет уже, ну, что, юбилей. Песня была простая, песня, нет, там были разные песни, непростые, потому что, напротив, рядом с нашим домом была музыкальная школа, и бабушка моя, вот, интересно, я хочу рассказать, повела меня поступать в этот же год в музыкальную школу. Ну, и, говорит, споем, ну, там, слуха, да, прихлопы, прихлопы, и, говорит, споем мальчик, что-то делать, что делать. Ну, я начал петь Александра Галевича, брать не тревогу. Бабушка была секретарем парт-организации, и она, ну, понимаете, она не коснела никогда, но там комната с двумя роялями, и, знаете, такой еврей-заводч, очень представительный был, значит, педагоги сидели, принимали, и они смотрели, а бабушка тогда покраснела, и меня оттуда быстро ввела. Но дебют все же состоялся на бортике, в садике. Песенка была такая. Моя собакотявка заболела, в сад гулять уж больше не бежит. Абрикос сырых она поела, поела, на постельке с грелками лежит. Абрикос сырых она поела, поела, на постельке с грелками лежит. Мамочка, спасите нашу тявку, позовите доктора скорее. Пусть поставит градусник под лапку ей под лапку и пощупает животик ей. Он, какой большой-большой животик, твердый прямо, бей хоть молотком. Мама, приготовьте тявки в руки, в руки, ложечку касторки с молочком. Ночью тявочку дошнило, видно все это абрикосы рыб. А на утро тявка надошнила, надошнила девять тявок маленьких слепых. Папа чем-то очень недоволен, целый день бурчит себе под нос. Приказал он мне и маме тоже очень строго, не давай ей больше абрикос. А на утро тявок надошнила, я дам ей много-много абрикос и сливки, а на утро тявок надошнила. Спасибо. Сегодня я хочу попробовать сделать одну штуку. Конечно нельзя объять необъятное, но вот когда мы живем, вокруг нас происходит масса вещей. И вот я не могу всю эту массу, конечно, так сказать, объять это точно. Но песенки, вот вспомнить вместе с вами, песенки, которые вот запоминались когда-то, из чего в общем-то состоит творчество. Это разные такие куски, которые потом наш мозг, наверное, обрабатывает и выдает в своем каком-то изложении. И вот, нате. Странные вещи иногда переплетаются между, знаете, какая-то глупость. Ходят в дужу, в капну, что высокая. Вот. Не знаю, первое, что вот у меня получилось, когда я подошел к болезни очень поздно. Лет в четырнадцать. Да. Это очень поздно. Ну, я подошел к этой болезни и протянул руку сразу к Пастернаку. По Пастернаку. Потому что... Ну и... Да, не сразу. Понимаете? Ну, что я вам рассказываю? Вы сами ложевнять это. И все. Потому что вы хорошо разбираетесь в тиратуре. О литературе. Начать хотелось было произведение. А потом моя рука потянулась в какой-то желтенький был сборничек небольшой Андрей Вознесенский. К нему хотел длинуть рука. Вот. И... Вот. Знаете, когда мы говорили с одним большим человеком, ему жениться с нами, а какой он правился? И все-таки. Вот. Из шестлых десятков. Потому что из огромной работы из того времени у меня вознесился. Можно спорить, можно не спорить. Но... В тишине хочу. В тишине. В меру, чтобы обожить. В тишине. Чтобы теняться сны. Чекоча нас перемещалась. Холодящая, словно шаловость. Вдоль спины. Вдоль спины. Довизни за ступень. В тишине. Звуки. Будут отключены. Чем назвать твои грудь из-за тлива? Внимания. Вутся ли? В тишине. В тишине. и за светом, слишком часто мы рты разеваем. Настоящее, неназываемо. Вот и жить ощущей цветную кожу. Тоже ведь человек с впечатлением голосами. Для нее музыкально касание. Как живется он там, болтуны, чай опять кулуарный оврались. Горлопаны не наорались тишины. Мы в другое погружены, хоть природы неисправедимы. И по едкому запаху дыма мы поймем, что идут чабаны. Значит, вечер вскипает приварка. Они курят, как тени тихие. Из псов, как из зажиганков, светят тихие языки. АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ КОНЕЦ Ее утешают, а шарик летит Женщина плачет, муж ушел к другому Ее утешают, а шарик летит Плачет старушка, мало пожелал А шарик летит, а он голубой Ее утешают, а шарик летит За днем рождения подарок Преподнес я сам себе Сын потом возьмет и звучит Ей сыграет она другая Сочинилось как-то так, само собой Что-то среднее, лишь песней и судьбой Сочинилось как-то так, само собой Что-то среднее, лишь песней и судьбой Я сижу перед камином, нарисованным в углу Старый пудель приютился под ногами на полу Пусть труба, сынок, мелодию сыграет Что из сердца вышло, быстро не сгорает Пусть труба, сынок, мелодию сыграет Что из сердца вышло, быстро не сгорает Пусть труба, сынок, мелодию сыграет Чёрным пеплом не золой Хоть бы только в суете не заигрался Или зря нам этот век сынок достался Хоть бы только в суете не заигрался Или зря нам этот век сынок достался Что ж, играй мой сын кудрявый Твою мелодию в ночи Пусть её потом подхватят И другие трубачи Нет, не стоит этой теми не бояться Но счастливыми не будем притворяться Нет, не стоит этой теми не бояться Но счастливыми не будем притворяться Конечно, по песне немножко поздних Но так получилось сегодня Я никогда точно не выдерживаю то, что я наметил Вы бежать здесь на мне Поглысти Ну, знаете что Я раз такое дело Вспомню ещё одного такого человека Поэзия и песня которого В какое-то время, ну, показало влияние Видите, оказывает ему влияние Тем более, что у нас в гостях Ваши дорогие подруги из России Вот Александр Тольцкий, Ленинград Ленинград Удивительный вальс Не сыграл Ленинград Без рояля и скрип, без нос и без слов Удивительный вальс Удивительный вальс Удивительный вальс Удивительный вальс Удивительный вальс Удивительный вальс При эпохе Удивительный вальс Удивительный вальс Вальс былых лицов, вальс к лицу, лицов, беспрекрас, вальс военных дней смерти и огней, вальс судьбы моей жизни. Вальс, вальс, старинный дар, вальс клаксонных гал, вальс огне реклам, вальс дождей, вальс недвиженных пост, вальс больших стрекоз, вальс травы в покос. Вальс, 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 вальс. Аплодисменты 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 Но стоит подходить к чужим столам и отзываться, если отвлекает. Здесь лапы, здесь лапы уедут, грожатся на весну, здесь птицы щебельчут, тревога нужна. Живёшь в заколдованном диком лесу, откуда уйти невозможно. Пусть черёмухи сохнут бельём на ветру, пусть дождём опадают сирены. Всё равно я отсюда тебя заберу во дворец, где играют звери. Твой мир, колдунами на тысячи лет, сокрыт от меня и от света. Ну да, и думаешь ты, что прекраснее нет, чем лес заколданный этот. Пусть на листьях не будет росы, а утро, пусть луна с небом пасмурным в ссоре. Всё равно я отсюда тебя заберу в дивный терем с полком на море. Твой мир, такой день недели, в котором, честный, ты выйдешь ко мне, по сторонам жду, когда я тебя на руках унесу туда, где найти невозможно. Украду, если кража от тебя по душе, зря ли я столько сил разбазать? Соглашайся хотя бы на рам в шалаше. Если терем с дворцом кто-то занял, соглашайся хотя бы на рам в шалаше. Если терем с дворцом кто-то занял, я продолжаю. Я хочу. Я хочу. Я хочу. Я хочу. Я хочу. Одна песня Александра Икальевича, может, не вы спешите, говорилось сегодня по регламенту. Песня баллада. Песня баллада. Для баллади с оркестру, В предрассветную сень Нас еще на вокзале Оглушила ветер И явились пришельцы Парахлишко с грузи Кулаки домишенцы Самый первый призыв Значит так, на Уране Холода не пустя Города выбирали Как один полися Нежно пальцы на горле Нам сводила зима А деревни не верли Но сходи с ума Значит так, на Уране Ни к чему лекаря Всех не померших брали И в тайгу в лагеря В четвертах на морозе Под охраной в овшах А теперь В лес промхозе И сам Второй сестра же Нет, урая спасен Хоть и мертвую стою Вот и рыщу поселом За хурдою мурдой Как варьё по закону Самозваный купец Где-то лудую икону Где резной постарец О, московская Моя досволота Отбираю я им Вся комарота Зарешайте, гости, милая Пожаловать Славно гукает машина Хоть дорожка Два ряда В юга снегу накрошила Доберёмся Не видать Мы всворотим На просел Простиганалим Тра-та-та Принимаю Сей весёлый Крепирай на воротах Ты же найдёшь Думой Надёжен Знадёшь Всю вселенную Проечь найдёшь Совой овеной Расподленной Ни носа Ты не уродливой А шо зубы почистуют Тю-тю Видно спят Вла-ла-ла-ла В кулью Не стесняются Мынул Сплыл Скинь под лавку Сапожки Прям жар Прям вспыл Ставь достой Сучок и пиво Печь лучи Мы разожги Кышки 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 Иди-ка, иди, падлы, Что нашли дурака. Свесив рыжие падлы, Кость завел вермака. Пой, легаврый, не жалко, Я и сам подержу. Я подгою, как шапка, Подскулю, подвяжу. Что ж попили, попили ли, Я постелю стелю, Кость ворочает еле, Языком похмелю. И кокочет, кокочет, Хоть святых уносим, И беседовать хочет. О спасении в Грузии. Мне с тобой не беседу, Но нет тебя на рога, Мне бы зубы, да нету. Знаешь слово цинга, Вертуха его с тебя, Ни дрозу, не согрешу. Ты заткнись, про спасение, Спи, я грушу. Он нам твоя гости, да разборжу. Их похмель, их провожу в гаражок. Заезжайте, гости милые, На этот кисть. Аплодисменты.